3 июля стартовал основной период единого госэкзамена. В этот же день выпускники проверили свои знания по географии, информатике и литературе. А самый массовый экзамен по русскому языку пройдет в два дня – 6 и 7 июля. Впервые в истории основной и самый массовый экзамен было решено проводить в два дня, чтобы избежать большого скопления людей. По этой причине первое, что бросается в глаза уже на входе – безопасное расстояние между выпускниками, а внутри – измерение температуры, применение средств индивидуальной защиты на усмотрение выпускника. Но для сотрудников пункта проведения экзаменов маски и перчатки – обязательный дресс-код. В аудиториях присутствуют гигиенические салфетки, которыми организаторы обрабатывают руки до печати и после печати, перед тем, как раздать детям экзаменационные материалы. 6 июля русский язык сдают 130 человек – выпускники 1, 3 и 4 школ. Последнее в этом году стало единым местом проведения госэкзаменов. К мероприятию также привлечены 40 педагогов. Кроме зигзагообразной рассадки в аудиториях, в остальном – всё как всегда. На столе – ручка, паспорт, лист бумаги. И всё это под видеонаблюдением, которое в прямом эфире транслирует происходящее в учебном классе. Дальше у ребят будет основной экзамен математика, который состоится в пятницу 10 числа. Это тоже массовый экзамен. А потом уже экзамены по выбору для того, чтобы поступить ребятам в институты. В целом же экзаменационный период продлится до 25 июля.